Всем привет! Решил записать небольшое видео, рассказать о опыте использования смартфона Honor V30 Pro, либо Honor View 30 Pro. Все-таки я им пользуюсь уже, наверное, больше месяца, и в этом видео я хочу сделать именно упор на минусы, потому что это наиболее важно для любого человека, который собирается покупать этот смартфон. Значит, первый момент, это, конечно же, то, что нету Google сервисов из коробки. Ну, недавно выкладывал видео, там рассказал, как их можно поставить буквально в несколько кликов при помощи стороннего приложения. Ссылочку на видео оставлю. Ну, в общем, это минус, но он решается. А что касается бесконтактной оплаты, то, собственно, тоже эта проблема решается. Установкой приложения кошелек, добавляете карту, единственное, только пока поддерживает MasterCard, но, опять же, в предыдущем видео про это я рассказывал, бесконтактная оплата прекрасно работает, вопросов нет, но Google Pay, понятное дело, работать не будет без официальной сертификации Google. Следующий момент по прошивкам. У меня китайская версия смартфона, но хочу сказать, что версия, которая у нас поступила в официальную продажу, по сути, это есть китайская версия, тот же номер модели AN10, и минус ее заключается в том, что не поддерживается 20-й бенд. Является ли это проблемой в моем случае? Ну, у меня теле 2, и, как можете видеть, смартфон работает в 7-м бенде, то есть 4G есть. По уровню приема сотового сигнала, давайте прямо наглядно сейчас покажу. Значит, смотрите, Honor V30 Pro и Galaxy S20. Первую часть обзора я уже выложил, сейчас активно тестирую Samsung. Значит, по уровню сигнала. В среднем, получается, стрелка находится в желтом диапазоне, соответственно, он показывает 7-й бенд. Обратите внимание, уровень приема Wi-Fi. Я нахожусь, ну, буквально в метре от роутера, минус 37, но скорость 866 мегабит. К сожалению, данный смартфон Wi-Fi 6-го поколения не поддерживает. Так вот, любой оператор у меня, к сожалению, очень плохо ловит сеть. Лучше всех у меня дома ловит Теле 2, поэтому на него, собственно, и перешел. Минус 105, минус 107, но, получается, уровень приема сигнала минус 108 находится в желтом диапазоне. Минус 102. Это мы посмотрели. Теперь давайте я достану симку и установим мы ее в Samsung. Samsung, в отличие от Honor, поддерживает 20-й бенд. Это RST-версия аппарата. На это же место положу. Так, все, сеть он поймал. Открываем тоже приложение. И что мы здесь видим? А видим, что он показывает тоже 7-й бенд. Почему-то на 20-й не переключается. И здесь уже уровень приема сигнала находится в оранжевом диапазоне. Минус 112. Давайте немножко подождем. Минус 113. Минус 116. Ну, в общем, Samsung ловит сеть хуже. Опять же, обратите внимание, что стрелка находится в оранжевом секторе. Далее, что я хотел вам рассказать про кодеки. А, к сожалению, этот смартфон, включая и российскую версию, почему-то не поддерживает кодек APTX. Есть поддержка фирменного кодека HWA от Huawei. Есть поддержка LDAC. Но APTX почему-то нет. И не знаю, добавят ли в прошивках. Может быть, опять же, какие-то ограничения по лицензиям, либо еще что-то. Но, по факту, на текущий момент сейчас обстоит дело именно так. По прошивке. За месяц использования я уже получил, наверное, 3-4 обновления. Буквально сегодня прилетело еще одно обновление. Улучшение камеры. Как я понимаю, именно эта прошивка использовалась в тестах DXOMark. То есть, она оптимизирована под определенные сценарии. Ну, то есть, смартфон обновляется очень часто. И сразу хочу сказать, что никакие Google сервисы не слетают. Все нормально. Проблем с этим у вас не будет. По камере. Как я говорил еще в обзоре. А в случае переключения на видео, всегда по умолчанию включается сверхширокий модуль. Как можете видеть, включатель стоит на шире. То есть, если вы выставите основной модуль 1Х, потом обратно вернетесь, все равно будет использован ширик. Это не всегда хорошо. Но почему? Потому что сверхширокий модуль, безусловно, менее светосильный, чем основной модуль. То есть, он будет шуметь сильнее. Но если вы снимаете днем, то, в принципе, с плюсов то, что вы получите сверхширокий угол. Ну и сверхширокий модуль здесь с автофокусом, поэтому в этом проблем не будет. Так вот, что касается фото и основного модуля, здесь есть особенности работы оптической стабилизации. Они отключают оптическую стабилизацию на основном модуле при хорошем освещении. И даже при среднем освещении, насколько я вычислил, оптическая стабилизация начинает работать, по-моему, со значения ISO 600-700. До этого она отключена на основном модуле. Возможно, ее отключение как-то положительно влияет на качество фотографии в случае съемки днем, когда выдержка получается очень короткой. Опять же, если рассматривать все другие смартфоны, почему-то там таких проблем нет. То есть, оптическая стабилизация работает всегда. А здесь минус может быть в том, что при среднем освещении в помещении, когда значение ISO не выше 600, бывает, что оптическая стабилизация не включается. Соответственно, есть шанс, что вы можете смазать снимок. Принудительно оптическую стабилизацию можно включить, если вы переключитесь на 3X Zoom. Там, в отличие от основного модуля, оптическая стабилизация всегда принудительно включена. И потом обратно переключаетесь на 1X, и у основного модуля стабилизация начинает работать. Но до момента, пока вы не закройте приложение, либо переключитесь, например, на съемку видео. Вот такая вот особенность. Так, про это я вам рассказал. Далее, что касается съемки видео, что мне не нравится. Вот я запустил запись. То, что вы быстро не можете перейти на различные модули. То есть, быстро включить 1X, 3X, либо 5X. Тут такой кнопки просто нет. Есть ползунок. И с шагом 0,1 регулируется зум. Либо можете нажать на плюс, либо минус. Давайте вам сейчас наглядно продемонстрирую плавность переключения между модулями. Прошивка сейчас стоит последняя, под номером 170. Запись идет 4K 30 FPS. Активен сверхширокий модуль. Освещение дневное хорошее. Итак, я нажимаю и держу на плюсики. 0,8, 0,9, 1X. Основной модуль. 2X, 3X. Переключился на телефото. И 10X. Обратите внимание, что в случае телефото абсолютно другой баланс белого. И в обратную сторону. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И сверхширокий модуль. Но, как можете видеть, плавности по факту нет. Особенно между сверхшироким и модулем основным. Изображение дергается. Ну, то есть, iPhone, конечно, зумирует плавнее. И также плавнее зумируют последние Samsung. Давайте я вам наглядно покажу, как влияет разрешение и значение FPS на качество съемки. Сейчас снимаю специально при не очень хорошем освещении. Задействован сверхширокий модуль. Запись идет 4К 30 FPS. Переключился на основной модуль. Думаю, разницу вы сразу заметите. Заметно возросла детализация. Меньше мыла, так как модуль более светосильный. Запись идет также в 4К 30 FPS. Переключился на 4К 60 FPS. Также задействован основной модуль. Думаю, сразу увидите, во-первых, то, что стало больше шумов. Больше мыла. Немного странно стала работать стабилизация. Особенно посмотрите в области шторки. То есть, как-то изображение что ли рассыпается, расслаивается на отдельные части. Вот сейчас немножко специально потрясу. Видите, все ходит ходуном. И как-то слоями все движется. А вот я переключился на Full HD 60 FPS. Также основной модуль. Лучше стало по шумам. Лучше детализация. И, если обратите внимание, со стабилизацией стало заметно лучше. Сейчас опять потрясу. Уже такого расслоения картинки нет. Вывод какой? При плохом освещении я рекомендую снимать Full HD 60 FPS. Днем лучше снимать 4K 30 FPS. Особенно, если нужен модуль телефото. Так как в 4K 60 его не получится включить. Ну и в конце. Для наглядности. Full HD 30 FPS. Здесь можете видеть, что еще меньше стало шумов. Лучше, опять же, по деталям. Но, если я потрясу. Видите, как картинка будет двоиться из электронной стабилизации. Ну, то есть, 60 FPS в данном случае спасает. Очень сильно надеюсь, что все-таки Huawei Honor одумается и начнет использовать оптическую стабилизацию для съемки видео. Далее, по особенностям. В случае сверхширокого модуля. На какой-то прошивке я точно помню, что после того, как я сделал кадр, софт автоматически исправлял геометрию. Особенно по краям не было бочки. Такой заметной дисторсии. Сейчас на последних прошивках, в случае сверхширокого модуля, если вы посмотрите особенно на края кадра, то виден эффект бочки. Еще хочу рассказать про один минус. Но, сейчас вот проверил. На вот этой последней прошивке, 170, он, по крайней мере, в глаза так не бросается. Но ранее, если вы открывали, например, фотографию в галерее, либо какое-нибудь видео, онлайн-видео, либо видео локальное, полный экран, то автоматически менялась гамма. Но на белых участках все было с пересветами. Да, и обязательно зайдите в настройки для разработчиков и отключите повышение четкости на солнце. Ну, если не хотите, чтобы изображение выцветало. Это я ранее отключал, но, опять же, повторюсь, что гамма все равно почему-то изменялась. Ну, на этом, пожалуй, все. Что я заметил, рассказал, повторюсь, именно делал упор на минусы, потому что это, ну, наиболее важный момент. А, да, кстати, еще не забыл рассказать вам. Если у вас RST-аппарат, скорее всего, прошивка самая первая. Может быть то, что на основном модуле фотографии будут казаться бледными. То есть, не хватает насыщенности, там, не знаю, контраста. Но, потом это все дело не исправили. И, кстати, передача, у меня вообще сейчас ноль претензий. Ну, и в заключение, чтобы не останавливаться на одних минусах. А плюс этого телефона, это, во-первых, IPS-экран, нет никакого шима, хорошая автономность. А в среднем у меня было всегда от 6 до 8 часов работы экрана. Опять же, будет зависеть от сценария использования. Также понравилась производительность в интерфейсе. Приложения запускаются быстро за счет быстрой памяти. EOFS 3.0. Ну, и начинаем сразу скроллить. Как видите, все плавненько. По крайней мере, таких заметных микролагов, как в Galaxy S20, здесь нет. Давайте посмотрим Play Market. Сразу скроллю. Все отлично. Да, здесь нет 90 Гц, нет 120 Гц. Но производительности у меня лично вопросов нет. Они с каждой прошивкой, по крайней мере, в списке изменений пишут, что улучшают производительность. Также понравилась основная камера, ее алгоритмы, минимальный уровень шумов при плохом освещении, великолепная детализация. Также, что важно, по крайней мере, в сравнении с прошлыми моделями Huawei и Honor, в портретной съемке теперь нет мыла, которое раньше было. Да, но есть проблемка у основного модуля. Она заключается в том, что если будете фотографировать на него вблизи, то у него очень узкая зона фокусировки. То есть, в центре кадра все резко. А далее практически сразу начинаются размытия. Но тут стоит сказать, что в случае съемки вблизи, смартфон автоматически переключает на супер макро. Тогда используется сверхширокий модуль, и уже таких проблем нет. То есть, вблизи я рекомендую фотографировать на сверхширокий модуль. Ну, примеры фото, видео я выкладывал и в обзоре, и при сравнении с другими смартфонами. Можете посмотреть на канале. Ну, пожалуй, на этом все. Ну, и стоит добавить, что это пока основной мой смартфон. То есть, симка стоит в нем. Хотя есть еще и iPhone 11. Очень редко также его использую. Но, повторюсь, пока больше часа времени использую именно данный смартфон. Если будут вопросы, задавайте. Все, всем пока.